Всем привет! Сегодня поговорим о турках и менталитете, поговорим об одном феномене, просто поболтаем с вами, хочу, чтобы вы знали, хочу вас предупредить. В телеграм-канале, где ссылка вот под видео есть, я стараюсь этого не публиковать, но иногда бывают истории, которые ну прям вообще очень затронули. Но здесь это в повседневности, в наших криминальных новостях, обычная история, когда преследовал жену, зарезал, застрелил, убил свекор, жених, невесту, какие-то такие семейные разборки, преследования и так далее, и здесь пострадавшие женщины. Хочу объяснить такой, назовем, феномен. Здесь есть такие люди, ну, с проблемной психикой. Они есть в принципе везде, но мне кажется, лично мое наблюдение, мое мнение, это связано, конечно же, с культурой в обществе, с некими запретами, с подавлениями, с манипуляциями в том числе, аипом, что это позорно, стыдно. В общем, подавление на самом деле эмоций из желаний, инстинктов различных, особенности культуры и религии при этом. И поэтому возникают экстра ситуации, когда мужчины могут преследовать женщину, могут как-то навязчиво ухаживать, не слышать «нет» и так далее. Сталкерить, например, преследовать, прямо именно сталкинг здесь есть. Есть такие категории людей, и женщины, кстати, в том числе тоже есть, но это мало обсуждается. Женщины стесняются в большей степени так себя вести, но прямо в мужчинах такая история есть. Это больше, конечно, для тех, кто здесь живет в Турции, или недавно переехал, или кто-то переехал там по работе еще как-то, то есть вы без защиты какой-то местной, без мужа, например, естественно, а свободная девушка, будьте избирательны, будьте осторожны, когда вы знакомитесь с мужчинами на сайтах знакомств, в Тиндере идете на свидание или еще где-то как-то. Это не потому, что вы как-то себя фривольно ведете и располагаете к себе. Просто есть реально упертые, странные, честно скажу, больные люди, которые вот этих границ не чувствуют. И когда им говорят нет, отталкивают, они это воспринимают как флирт некий и как повод добиваться и вообще продолжать свои действия. Хотя ему говорят отстань, уйди, не лезь, хватит достаточно. Он не слышит женщину, мужчина такой. Буквально из недавнего, что здесь было в Стамбуле, я уж прямо спросила, мое мясо криминал, давайте рассказывать не буду, не хочу даже об этом, это просто страшно, не хочется вас пугать особо. История, которую я не один раз слышала, то есть не один раз происходило, но это из последнего недавно. И это не первый раз, когда я такую историю слышала. Были рекомендации на эту тему. Она здесь работает в компании, она приехала вообще по контракту работать, живет в Стамбуле в центре. В общем, появился какой-то мужчина по соседству, который, видимо, какие-то знаки внимания, может быть, где-то оказывал. Она их не считала, она не в поиске отношений, она здесь по работе. И не такая там вертихвостка, провоцирует как-то, а потом такая, типа, вся не допускает до себя мужчин. Сейчас вообще с туркой муж вообще так не делать, если что. Не играйте так, девчонки. Она вот явно не из таких, я вам точно говорю. В общем, появился такой мужчина, который начал ее сталкерить. Он ее каким-то образом, скажем так, вычислил в Инстаграме, в ее страничку по геолокации, скорее всего. Она тоже, у нее мозгов хватило, она потом страницу уже закрыла. Она там с чашечкой кофе, она живет в центре, красивые места, геолокация. Он ее так нашел. Где-то живет, где по соседству мы не знаем. Но ей в Инстаграме в личных сообщениях приходили сообщения, давай познакомимся сначала по-английски, там траля-ля. Она отказала, нет, я не собираюсь знакомиться. И он начал за ней следить. Он ей присылал фотографии на улице, ее со стороны. То есть она в кафе сидит, а он ее сфотовал. Ей присылал потом не сразу, чтобы она его не спалила, а через часик, через... А ты была вон там, а ты была вот здесь. Она по фрилансу работает на компании, то есть у нее два дня в неделю она в офисе, а три дня она из дома работает. И вот дошло до того, что она говорит, мне стало страшно. Говорит, если я с офиса возвращаюсь, уже темнеет там, у нее до восьми, то мне, говорит, страшно, уже темно, как бы вдруг у нее это в подъезде, может, кислоту плеснет, да, она ему же отказала. Ну, короче, вы понимаете, эта история нездоровая. Как-то ей... Почему она вообще этим напугалась очень сильно, после чего у нее была встреча с мужчиной из компании, она собеседование проводила. Они встретились вообще в кафе за кофе, здесь, кстати, в Стамбуле нормальная история. И он ее сфотал с человеком по работе, то есть они не то, что не обнимались, они сидели на расстоянии за столом в офисной одежде в деловой, пили кофе, там у них обед был, и они беседовали по поводу работы. Ей пришла фотка в личку в Инстаграме, кто это? Это ты была на свидании? Ну, там вообще неадекват ей пишет, там, это твой любовник, вот такие вот... Я, говорит, в шоке была. И вот это вот было последней каплей, вот эти претензии. Ну, и человека явно, это сталкер с головой, проблемы. Что, как себя вести в подобной ситуации, что вообще делать? Здесь только два пути, надо обращаться в полицию. Здесь полиция с этим работает, это нередкая здесь история, не только вы о ней, о тем страдаете. На иностранок, скажем так, этих нападок больше, потому что он будет думать, что иностранка не знает правил, застесняется, где-то замолчит, турчанку быстрее пошлет, за турчанку пойдет родня, ему быстро, как он, брат, дядя или папа одно место вокруг шеи обовьет и быстренько ему на место поставят. Что делать в этой ситуации? Во-первых, сначала надо все заскринить обязательно, вот эти угрозы, фотографии, что за вами человек следит, пока он там все это не удалил каким-то образом, не додумался это удалить. Обязательно сразу что-то такое, видите, я вам сразу говорю, сразу скриньте. Собираете вот этот компроматик и ему пишите сообщение, отправляете эти скрины, вот смотри, что у меня есть, это все уже в полиции, я написала на тебя заявление, полиция вашего района по вашей прописке, где вы живете, адрес, например, на такой-то телефон, какой-то условно, и отправляете ему. Так как это распространенное явление, они, полиция в этом плане работает, сейчас об этом расскажу, они боятся этого наказания, за преследование вызова в полицию, и, честно скажу, больше, чем в 50% случаев, вот эта угроза, но вы не дошли до полиции, она сработает, они боятся, он тут же просто пропадет. То есть сразу же вы увидите, поудаляет там сообщения всякие, которые вам вот эти фотки присылал, если увидите, что фотки исчезли, все, он уже не вернется, он будет бояться, он к вам не подойдет, он будет просто искать другую жертву, которая будет молчать и не будет угрожать. Второй пункт, если он это продолжается, и он вам не поверил, и он типа, да, я тебе не верю и так далее, и продолжается история, вы идете с этими скринами, распечатываете, идете в полицию, пишете заявление о преследовании. Не бойтесь, что вы иностранка, говорите на английском, вам найдется переводчик, очень часто даже с русского переводчики есть в полицейских участках разных, от района зависит, но в центре, если то, там точно есть. У вас возьмут заявление, скрины, аккаунт этого человека, у нас есть полиция, полиция, киберполиция, они его аккаунт скроют за несколько часов. Его вызовут в ближайшие несколько дней в полицейский участок, его найдут кто он, почту, телефон, вообще без проблем здесь, это очень быстро вся история находится. Возможно, вас, скорее всего, даже повторно оттягать, никуда не будут вызывать, там, показания или еще что-то, с вас требовать каких-то бумажек, на самом деле, просто придете, напишите заявление, его вызовут, как эта процедура происходит, и ему тут же, по сути, за преследование, у вас есть доказательства, эти скрины, он даже не должен вам чем-то там угрожать, там, я тебе что-то сделаю, неважно, само вот это преследование, это уже повод. У нас есть такая мера здесь, защита свидетелей, да, в Америке называется, тоже такое есть, запрет на приближение сроком от одного месяца, там, и более. То есть, это простой административный суд происходит без вашего участия, ему запрет на приближение. Если он еще присылает вам фотку, к вам приближается, как-то маячит на вашем вообще, вашей жизни, и вы обращаетесь в полицию, говорите, а вот он опять объявился, его уже штраф выписывают, и, скорее всего, не только штраф, но и заключение у него будет под стражу. Там разные сроки, это не 14 дней, не 2 недели, а месяц, там полтора, то есть, эта ситуация зависит от, угрожал он, не угрожал, как он, что он сделал, и все прочее. То есть, ну, это, как правило, штраф, уголовная ответственность может быть, если он навредил вам каким-то образом, физически ударил, что-то сделал, каким-то образом у вас увечья, это уголовное дело тут же открывается. Но здесь есть такая мера про ограничение приближения. Про вот этих мужчин, сталкеров, и вообще про вот это ухаживание на Зойливой, даже если вы общаетесь в интернете, вы могли заметить, вы отказываете человеку, заканчиваете переписку, а он продолжает вам долбиться, стучаться, обзванивать с каких-то там номеров, неизвестных, чтобы вы взяли трубку, в общем, каким-то образом вас преследуют. Пожалуйста, вы находитесь в другой стране, обрубайте таких сразу, это вам не очень приятные предпосылки будут, это не игра в любовь, какой он такой хороший, он так меня любит, он за меня преследует. Я вам как психолог говорю, когда преследуют и нарушают ваши личные границы, и ваше жесткое «нет» не слышат, не рискуйте, мы все, как говорится, ходим под Богом, не шутите, не давайте свой адрес, каких-то там данных, конкретных о себе, если даже вы общаетесь на расстоянии. Это же проблема с вот этим обиженным эго мужчины. Я уже много раз вам говорила, миллион историй было, когда разводятся, и просто из-за вот этого ущемленного самолюбия, своего достоинства, унижения, что позволили себе развод, просто не дают развод, начинают преследовать, портить жизнь, не давать денег, если жена была на содержании у супруга. Очень много всего происходит негативного, и вот эти разводы длятся годами, пока вот это вот ущемленное «я» на самом деле не восстанавливается у человека. То есть это все проблемы, дележка детей, которые на самом деле ему не нужны, никогда он ими не занимался, внимания не давал, особо не обеспечил, а тут при разводе внезапно стал хорошим папой. Это все равно вот эти предпосылки, нездоровые. Здесь история про ущемленную самооценку «я» человека. Но если сталкерит преследует, не отстает, то это уже история про психически нездоровых людей. Вы можете увидеть, у меня миллион раз уже такое было. Иду по торговому центру, нормальная диета, никак не вызывающая. Я говорю, у меня за 10 лет, здесь лицо кирпичом выработалось уже, ко мне никто не подойдет. Я реально, если мне знак какой-то внимания, я говорю, у тебя какие-то проблемы есть, у меня сразу, абсолютно сразу фраза. Вот у тебя проблемы у вас? Ты хочешь об этом поговорить? Давай вали вообще отсюда. Вот я так разговариваю. Пусть думают, что я грубиянка, ненормально, но вот идешь по торговому центру. Да вот, очень много таких мужиков, прогуливающихся днем в туристических особенных местах. Даже в спальных, вот у меня в спальном районе возле дома, но в публичном, причем в месте, в торговом центре, где больше людей, не просто на улице это будет, это ясак, это сразу какой-то, блин, псих, маньяк, насильник и так далее. Можно там орать, просить помощи, и прибежит к полиции, кто-то ее может, то есть это проблематично. А в торговом центре можно затеряться, это тоже вот нездоровые люди, это весна-осень у них, когда обострение. Идешь по торговому центру, вот я даже вам пример расскажу о себе, вот у меня это зимой было. У меня же такое редко вообще бывает, если у меня лицо кирпичом, но все равно. Я иду и в телефоне слушала аудиосообщения от подружки в WhatsApp. И вот иду так вот к уху и делала потише, чтобы никто не слышал, чтобы не беспокоить людей, да, вокруг. Иду такая к уху и слушаю. Я уже видела краем глаза, что я пошла в один магазин, чувак меня, с нашим, так проследовал, у входа там, в магазин не зашел, но там что-то кружил, ходил, потом еду в другую. И опять, это человек, которого я несколько раз, находясь в торговом центре, встретила его лицо, как бы я запомнила, раз прошел мимо, два, три, не пристает ничего, никак не смотрит, писает, просто типа мимо прошел. Ну это, знаете, напрягает как бы, да, что-то не то. Ты, то есть, проходишь, людей не замечаешь, а тут уже раза три-четыре нарисовался вокруг. Этот крендель каким-то образом наныкал, что там иностранное, ну я иностранка, по мне видно, и он понял, что в аудио он прислушивался, я видела, шел, что у меня там иностранная речь, что я что-то на иностранном непонятном языке слушаю, и подошел типа знакомиться. Я не помню, как он на ломаном полурусском, полуанглийском, я не помню, что он мне сказал. Ну типа пытался познакомиться, ну давайте познакомимся, а просто там что-то там мимо проходит и какую-то фразу там очень красивая девушка, ну как вариант, да, то есть он не обратился, типа он в воздух это сказал, да, ждет реакции, как ты отреагируешь. У меня вот это вообще в принципе самая бы фраза, мне это уже провокация, я готова лицо расцарапать за такую очень красивую девушку, я с этим, блин, отвечу, какой я красивую девушку. У меня просто сразу же надеяться еще на то, что типа условно мимо прошел, ты не заметил, не отреагировал. Или там если ты заулыбалась, повернулась, все, короче. Девки, так не реагируем, это то, что ему и нужно. Я так раз телефон сворачиваю, у меня это красная тряпка, и он мимо как бы проходит, это произносит мне рядышком, плечом к плечу и дальше пошел, не останавливаясь. И тут я закрываю телефон, поворачиваюсь, на чистом турецком, говорю, вы мне что-то сказали? Он, конечно, офигел, у него в голове переваривается, он же иностранка, она говорит на турецком, у него в глазах видно вот этот уровень угрозы, что с ним сейчас может произойти, что ему это с рук не сойдет. У него такие шары были, он просто растерялся. И у него прям челюсть как бы зажал, он соображает, на каком языке мне отвечать. Я говорю, вы, говорю, по-турецки говорите вообще, вы гражданин Турции? И он такой, тут он понял, что он попал, он такой куда-то. Некий скажет, да, я вам говорю, да, у вас какие-то проблемы? Я говорю, нет, чувак, это у тебя проблемы. Почему ты, говорю, ко мне идешь и обращаешься? У тебя, говорю, у тебя, спрашиваю, у тебя проблема есть? Тебе, говорю, чем-то помочь? А если ты, говорю, общаться не хочешь, проблемы нет, он говорит, почему меня окликиваешь вообще, ко мне обращаешься? Я что говорю? И, наверное, в этот момент у меня переклинивает, как у местных женщин, тут я, наверное, отурчанилась, начинаю автоматом на него, конечно же, катить бочку, давить максимально, очень громко орать, очень громко дискутировать, и я ему не даю слово вставить для оправдания. Мне не диалог нужен, мне нужно морально его задавить, чтобы он понял, что так делать нельзя, и это ему с рук не сойдет. Но я ему тут и начала, что, говорю, раз иностранка, значит, можно обращаться, это АИ, ты вообще, что ты тут ходишь, почему ты женщин дергаешь, разве так можно? Естественно, это же Турция, если у нас скандалы, кто-то говорит, куча зевак собирается, и у нас всегда, у меня здесь просто знают, это возле моего дома. И здесь есть знакомые, скажем так, мужчины, которые за меня заступились. Я вообще, кто это такой, что ты здесь есть, чувак, вообще иди отсюда, и вот началось такое, и мы начали выгонять вообще, и он оттуда потом свалил. Это было, всем сразу стало понятно, кто это. Он ходил здесь, цеплял всяких иностранок, познакомился, не знаю, что он преследовал, вдруг он вор, а вдруг он маньяк какой-то, сопык, насильник или еще кто-то. Поэтому тема здесь такая, это острая. Если вы владеете языком, вы знаете, девчонки, кто владеет языком, как здесь себя вести, вот так, надо максимально шумно, катить бочку, обвинять, вообще орать на него, и там уже он маньяк, преследует, и вообще за тобой ходит, все это вы знаете, как эти девчонки ведут, это наша безопасность. Если вы не говорите на иностранном языке каком-то, только и вообще ни на каком, только на своем родном, вообще не реагируйте тогда никак. Если вы не можете вывести диалог, поднять общественность, тогда не начинайте никак. Но с ним ни в какой диалог, никакой реакции мы не даем. То есть прошли, мимо, уткнулись в телефон, ничего не видим. И уходите с этой территории, с этой дороги, старайтесь уйти, сбежать, неизвестно, что у него, какие мысли. На самом деле он выискивает, я вам честно скажу, тех, кто не ответит или попытается объясниться, вступить в диалог, но у кого-нибудь достаточно знания языка, правил поведения и законов стране. Подсесть на уши, пообщаться, быть и подобреньким, познакомиться, и там неизвестно, что им нужно. Никакого диалога вообще. Либо мы просто игнор полно девочек. Даже если вас окликают, и говорят, эй, постой, или еще что-то, мы делаем вид, что мы ничего не слышим. Все. Никаких реакций. Если уж совсем пришел какой-то диалог, мы говорим, я сейчас зову полицию. Сразу полиция, полис, все. Волшебное слово, которое отведет. У нас есть всегда патрули, или забыта хотя бы есть, или полиция, или подходите в магазине, к кассиру, меня преследует человек, то есть просите всегда помощи. Вообще, здесь это вам только все будут помогать, поверьте. Здесь за этим не заржавеет, женская вот эта честь, преследование здесь такие есть, они их здесь знают, с ними здесь борются. Честно скажу, дайте напоследок скажу, в Иссен-Юрте на днях, тоже из криминальных новостей, я не помню, туркмены вроде бы, мужчина и женщина, они вместе жили здесь, снимали квартиру, но не были же в официальном браке, сожители здесь как-то работали, и он ее на лестнице, прямо у входа в СИТЭ, в Иссен-Юрте, где-то живут, у них был конфликт, он ее там заревновал, как выяснилось потом, и он ее ножом нанес ей ножевые ранения, он еще начал ее бить вместе с ножом в руке, это камера, есть в интернете видео, на ТРТ Хабер был сюжет, он ее ножом, он ее так порезал, что она умерла в итоге в больнице, она не выжила. И когда это было утром, причем типа порядка 10-11 часов, то есть все как бы на работе, мало людей на улице на самом деле в это время, все уже пробежали на работу, и на улице как бы никого особо нет. Камеры это засняли, там был консьерж в подъезде, и три парня турка, такие прилично, кстати, одеты, нормальные СИТЭ адекватные, то есть такие соседи приличные, и они просто увидели, что мужчина бьет женщину, они сначала нож не увидели, они втроем на него так налетели, они вот так метелили, они его просто, они его наказывали за то, что он делает, они просто его оттащили, например, они его просто начали избивать, они не могли остановиться, когда они увидели потом кровь, нож и вот это вообще, что он ее убивал, их оттаскивали от него, чтобы они его просто не убили. К сожалению, эта жертва женщина погибла, он в полиции, естественно, его, скорее всего, статья его депортирует к себе домой, чтобы он там срок свой мотал, чтобы вот здесь Турция не кормила, как и вот эта реакция общественности людей. Три мужчины мимо проходили, там парковка была просто недалеко, они там, видимо, в машинах своих были, там соседи, короче говоря, они тут же подлетели, потому что они видели вот эту агрессию. Но здесь, опять же, я говорила в видео, есть проблемка, помогают тебе, если ты просишь помощи. Если происходит насилие, а жертва не просит, ей помогать не будут. То есть ты сама делаешь этот выбор, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, просите помощи. Дальше комментариев на эту тему. Я думаю, кто здесь давно живет в Турции, вы с какими-то подобными ситуациями, к сожалению, встречались в общественных и публичных местах, в парках, в торговых центрах есть такая тема, вот как минимум в Стамбуле, но такое есть, к сожалению, такой феномен. Спасибо за внимание, будьте осторожны. Всем пока.